Сегодня я решил поговорить еще раз о времени, о теории времени. Но, правда, не о философской глубинной теории времени, когда мы начинаем размышлять, а что такое время, чем его едят, чем он отличается от пространства, а о так называемом представлении вещей во времени, то есть как существуют вещи во времени. То есть мы не рассматриваем сейчас... Это одна из теорий аналитической философии американской, то есть одно направление ответвления. И они, как известно, особо не вдаются в метафизику, а исходят в большинстве своем случае из традиционного представления физического времени. То есть теория относительности, пространство и времени Минковского, из таких соображений, не рассматривают метафизические концепты времени, а рассматривают, как во времени мы должны мыслить объектами. То есть об этом мы говорим. Время обычное, школьное. И есть... Это объективно. Что? Объективно. Ну, скажем так, объективно, субъективно, то есть это не столь важно. Мы берем, что есть некоторое время, кроме пространства, и как в этом времени существуют вещи. И вот выделяются две теории. А. Теория и Б. Теория представления времени. Значит, если мы берем, рисуем это ось времени, это рисуем наше где-то пространство одномерное, А. Теория презентатизма, отзыва современности, утверждает, что весь мир сосредоточен только в сейчас, в текущем сейчас. Даже не ноль нарисую, а именно напишу нау. Ну, короче. Вот. Да. То есть только в сейчас существует. Ни прошлого, ни прошлого, ни будущего нет. Вот то, что мы эти вещи наблюдаем, они только сейчас. И когда мы говорим о них, как о прошлых, то есть мы говорим о их прошлом существовании в предыдущих сейчас. То есть завтра у меня будет какое-то мероприятие, а оно сейчас не существует. Завтра я возьму какую-то ручку-карандаш, этого ручка-карандаша сейчас не существует. Когда я возьму, тогда она будет существовать. А сейчас существует ручка-карандаш, и этот стул здесь сейчас. И прошлую субботу они существовали, но сейчас в прошлой субботе они не существуют. А есть второй подход, который Б-теория. Этернализм. Она утверждает, что вещи существуют всегда. То есть если мы берем, скажем, некоторую вещь, вот одномерную вот здесь, то она существует на всем протяжении. То есть вот этот фломастер, он един и целостен от своего начала, когда его произвели, и вот здесь его утилизировали. И вот на всем протяжении... Вот так вот наоборот. Почему? Произвели, утилизировали. А, да-да-да-да. Точно, точно. Значит, это будет у нас Х, а это Т. Да-да. Это неправильно написал, да. Ну, это, естественно, по оси ТНУ, да, я там поставил. Да, то есть это Б-теории. То есть что они, как бы, с одной стороны, они нам, да, Б-теории утверждают, их множество разновидностей, да, что нет проблемы существования вещи, как бы преемственность, целостность, единство вещи. Она все равно есть всегда. И мы просто, наоборот, сами, мы сами, вот, скажем, это вот человек, да, он тоже, он точно так же протяжен, только еще дальше. Вот. И в какой-то момент времени мы пересекаемся с этой вещью, находимся, в этот момент мы точно так же, вот, я, эта вещь, да, можно было, конечно, чтобы нас побольше, мог поменьше нарисовать, да. Для чего это сделано? В основном-то для логических рассуждений. Ну, скажем так, что когда мы говорим в теориях А, мы можем логически утверждать только от нынешнего времени. И когда мы говорим, что я люблю Платона, мне нравится Платон, а Платон уже не существует, возникает проблема, чисто даже логически, что является объектом моего утверждения. Если, значит, Платон существует всегда, всегда существует, то тогда это какая-то проблема может снимать, хотя проблем все равно остается. Кстати, вот у теории А есть самая большая проблема, это связано с теорией относительности, потому что, как мы знаем, по теории относительности одновременных событий не бывает. То есть нельзя заключить, в одной системе координаты они будут одновременны, в другой системе они будут неодновременны. И вот выделить вот эту точку, вот эту точку Мау, сейчас, сейчас, как бы, вот, говоря относительно меня этого стола, это еще как-то можно, но если говорить чисто физически и точно, то этой точки нет. И нет никаких вот всех-всех множества одновременных точек, они все как-то будут, в зависимости от системы координат, скорости, они будут изменяться. Так, а, да, это основная проблема теории А, а теории Б, основная проблема, это то, что непонятно все-таки же заставляет нас двигаться. То есть если все всегда есть, если вещь растянута от будущего до прошлого, то почему мы ощущаем время? То есть преодолеть это, современная аналитическая философия, не может, пока ответов нет, ну, поскольку они больше, значит, занимаются некими семантическими вещами, ну, это как бы, так, время как движение. Вот как движение, да, вот, понимаешь, когда мы... Время здесь, мы ощущаем время, как это, как движение. Ну, почему она возникает? Наша точка взгляда движется через... А почему мы движемся? Вот почему, вот, наша точка взгляда движется через вещь, почему она находится вот здесь, а не сразу в двух местах? Ну, это не... Ну, это в основном, и у кого как. У кого как, да, может быть, у кого-то, да. Значит, есть, значит, теория А оставим в стороне, сегодня я буду говорить больше о теории Б, когда вещь представляется растянутая во времени, то есть, что этот вот фломастер вчера, этот фломастер сегодня и фломастер завтра, это одна вещь. Не вещи с коэффициентом в Т1, в Т2, в Т3, это просто одна вещь. Дальше теории Б разделяются на подтеории. Одна из них утверждает то, что я как бы утверждал, что вот карандаш, это и есть вот это, все. Вот это карандаш. А есть подтеория, которая утверждает, что как бы карандаш, который присутствует вот в данной комнате в течение нашего семинара, это некая часть, часть. И вот завтра, когда Игорь унесет его в соседнюю комнату, это будет другая часть, вторая. То есть, вот этот вот непрерывный поток состоит из частей, временных частей, так и называются, временные части, временные части карандаша. И вот это представление, что у нас есть некая вещь, есть ее жизненный цикл от начала до конца, и какие-то фрагменты между изменениями, скажем, этот стол вынесли из комнаты на кухню и потом принесли сюда. Вот то время, пока он был на кухне, это была временная часть этого стола. Это сейчас следующая временная часть. Вот все мы вещи рассматриваем, как он неполный здесь, его временная часть от вноса до выноса. И вот такие вот временные части, часть четвертая, часть энная, такое представление о вещи, как распределенные во времени, растянутые во времени в хрональном, и представленные отдельными своими частями, стало называться 4D-онтологией, 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 или в основу некого международного стандарта, вот ИСОД 159-26, инженерный стандарт для описания жизненного цикла различных устройств, механизмов, строений. То есть получилось так, что чисто философское представление вот жизненных, о временных частях, ну, вновь совершенно в расчетную, нормальную стандарт для описания устройств. Для чего это нужно? Ну, это похоже на амортизацию, на самом деле, часть временной части. Нет, ну, в данном случае это не похоже на амортизацию, а в том, что этап амортизации, это будет отдельная часть. Этап проектирования этой вещи будет отдельная часть. Этап введения в эксплуатацию, другая часть этой вещи. Значит, дальше идет амортизация, это третья часть этой вещи. И рисуется это... Для чего это сделано в антологии, вот ввели именно в стандарт. Потому что в нормальной вечной антологии, в 3D, получается так, что мы имеем некую вещь и должны ее описывать прерывисто. И вставлять то, и туда, то сюда. У нас нет единого описания. А здесь они добились единого описания. Вот, скажем, вот у нас... Но это все еще предисловие к тому, что я буду потом основной. То есть просто... Это не сама суть. Значит, вот у нас есть, скажем, 4D-насос. 4D-насос, да? У него есть часть, скажем, втулка какая-то. И вот эта втулка в какой-то момент сломалась. Была вынесена. Вынесена из насоса. В это время лежала запасная втулка. Она включилась в этот насос. И пошла дальше работать. То есть вот таким образом просто описывается смена деталей устройства. Была одна часть. Вот эта часть одна. Часть вторая. Работающие втулки. Она пошла на утилизацию втулка. Часть первая этой втулки. Часть вторая. Временные части. И через такие диаграммы. И через действительно описание математическое. Они описывают смену и жизненные циклы различных предприятий. Графы, да? Ну, там используются и графы. Там есть сибантика РДФ еще плюс приложена. Ну, опять же, сейчас я скажу, к чему мы идем. Значит, запомнишь. Можно вопрос у тебя? А 4D-онтология, это что? Размерность пространства? Да, да. Потому что у нас... И вот 3D. Вот 3D. То есть вот в 3D мы должны были иметь, описать в этот момент эту втулку, этот насос и на складе втулку. Вот. В этот момент мы также должны описать были в 3D, но уже в других местах. А так мы имеем дело с одной вещью. Одной вещью 4D. 4D вещь. Которая перемещается в пространстве, но во времени она не прерывна. Поэтому 4D, это такое описание. Вот это 4D-онтология. ИСО я упомянул только для того, чтобы указать, что она работает в промышленности, она работает в проектировании тяжелого большого оборудования, типа атомных станций, либо платформ для нефти. Жизненный цикл описывается при помощи проектирования и жизни, описывается при помощи этого стандарта. А теперь попробуем разобраться, как эта 4D-онтология работает у нас в жизни. И каким нюансом понимание временных частей и времени она может привести. Значит, перед нами сцена, театр. Значит, на сцене вынесли стол. Мы берем некий отрезок времени, равный некому действию спектакля. Происходит некое действие, которое начинается выносом стола. Стол вынесли, стол унесли. Вот это у нас временная часть стола на сцене от момента времени Т1 до момента времени Т2. Все как бы в порядке, как в описании, как по стандарту. Что есть некий стол, который своей временной частью участвует в этой сцене, в этом действии, в этом эпизоде. Это вот некий эпизод, один эпизод. Дальше. Допустим, у нас актер один в этом эпизоде занят. Значит, вышел некий актер. Вот. И точно так же мы рисуем некую временную часть актера. Даже я лучше напишу не актера, а биологического тела актера. То есть, есть стол, есть биологическое тело актера. Которое также в этом эпизоде существует в своей временной части. Зашел, вышел. Этот актер, это биологический. Вот чем он отличается от стола? Тем, что он еще двигается. То есть, у него есть некая траектория, движение вокруг стола. Он сел на стол, вышел, встал. То есть, он антологически отличается от стола. Но описывается по стандарту все так, как должно быть. Его временная часть. Дальше. У нас есть еще один объект, без которого спектакля не будет. Это действие актера. Его действие согласно сценарию, пьесе и согласно задумкам режиссера. То есть, есть еще один. 4D, временная часть. Временная часть. Действие. Действие. Которое тоже имеет начало и некий конец. И есть еще один объект, ради чего все это затевается. У нас есть... Я не буду, чтобы выходить, чтобы выходило. Потому что он есть, есть спектакль. Спектакль. То есть, вот в этом маленьком эпизоде у нас имеется раз, два, три, четыре объекта, представленные своими 4D частями. Частями, временными частями. То есть, если бы мы рисовали, что это значит насос, это втулка, это поршень, это там какая-то гайка, да? Мы так бы их нарисовали, что вот в этом промежутке они все вот с собой представлены. Теперь маленькое отвлечение. Допустим, мы говорим действительно не о спектакле действия, биологическом теле, актера и столе, а, скажем, об этих гайках или о столе, стуле и вазе на столе. Антологический смысл вазы, стола и стула совершенно одинаковый. Их вынесли, унесли. И если мы будем уменьшать вот этот промежуток времени, то никакого смысла антологического не изменится. То есть, будем мы говорить о столе, стуле и вазе в пять минут отрезки, в минуте или в секунде, ничего не изменится. То есть, мы даже можем менять масштаб как угодно, здесь ничего не изменится. Это говорит о том, что мы имеем дело с вещами, с сущностями одной антологической значимости, одной антологической сущности, да? Теперь вернемся к нашему, к нашим баранам. Допустим, мы начнем сужать этот промежуток времени, этот эпизод. Стол, как останется столом, в секунду, так и останется столом. Биологический организм, если мы сильно сожмем это время до химических, до атомных величин, то есть стол до атомных, сожмем величины промежуток времени, останется столом, биологический организм превратится в мертвое тело. Он же не будет тем, который участвует в своей... То есть, если стол любой своей 4D-частью является столом, то биологический организм, не любой своей 4D-частью является биологическим организмом. Если говорить о действии, о действии в этом эпизоде, то взятый некий фрагмент этого действия эпизода не будет равен этому эпизоду по смыслу. Это будет другая антологическая сущность. А если возьмем спектакль, то мы скажем, что в этом отрезке времени спектакля вообще нет. То есть, если хоть действие, а оно здесь есть, то спектакля здесь вообще нет. Спектакль может определенно, как некая сущность, только вот так. То есть, пытаясь описать разные сущности, разные объекты через свои 4D-части, что, почему я приводил ССО, что это все великолепно работает на вещах. Все, что мы производим с вещами, все так и получается. Но как только мы начинаем рассматривать некоторые сущности сложнее вещей, мы получаем, что эта 4D-антология не работает. То есть, есть некоторые сущности, которые своей частью не являются тем, что они представляют свою часть. То есть, любая часть стола, она представляет стол, как во все времена, производство и водоутилизация. Но временная часть спектакля не является спектаклем. И точно так же с сужением временной части действия и, скажем, биологического организма, мы получаем то, что мы теряем тот объект по временной части, который якобы должен просто представляться в этой временной части. Это, как бы, смысл всего этого рассказа ведется к тому, что это еще один из способов показать, что объекты все, не размещены в сейчас, обладают некой темпоральной сложностью, которая может быть различена только на некоторых временных частях, на некоторых временных промежутках. И какие-то из них вообще не присутствуют в своих частях, а некоторые имеют совершенно другой онтологический смысл, чем, скажем, вещи. Ну, это похоже просто на временной атомизм. То есть, для каждого объекта есть минимальная часть, на которую можно разбить, не потеряв сам объект. Можно сказать так, да. Временная часть, то есть, действительно, но это не атомизм. Это я условно. Да, да, да. Но в современной антологии, в современной науке, и в современной... То есть, господствует А-теория. Господствует А-теория в современной науке, что все дано сейчас. Якобы, что Б-теория была создана только для того, чтобы показать, ну, как-то упростить связь объектов в разные времена. И она имела только сейчас, вот в аналитической философии, имеет в большей степени семантический смысл, а не антологический. Потому что, по сути, она в физике ничего не меняет. Это некое удобство. Но оказалось, если мы попытаемся в 4D-онтологии, вот в Б-теории, описать другие объекты, то мы получим, что А-теория в принципе неверна. То есть, мы вот, если сейчас вот проведем вот здесь вот этот наш науку, то мы увидим ясно, что стол здесь будет, биологический организм будет мертвым темам присутствовать, а действия спектакля вообще в принципе не будет, как объекта. То есть, для того, чтобы нам иметь полное описание антологии мира во времени, нам нужна еще дополнительная антология, кроме 4D. Потому что 4D предполагает, что что вошло, то и вышло. А здесь вот это. А вот, как это назвать? Ну, это все описывается в событийной антологии, в темпоральной антологии. А эритернализм это слово эзер, да? Эфир, 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 эфир. Вечность. Вечность, вечность. То есть, что вечности... Времени как бы нет, я не в вечности на поле. Да, времени как бы нет. Да, то есть, каждый предмет мы должны рассматривать как вечный, ну, за исключением момента его создания и его утилизации. Он существует одинаково на всем промежутке времени. Время как бы присоединяется. Вот. Но тут показывается, что не все объекты можно так представить. Как существующие на всем. То есть, они... Нет, подожди. Аргументы ведь и говорит нам другое. По-моему, вот эти твои примеры про то, что, скажем, спектакль не существует в качестве спектакля в какой-то момент времени, говорит только о том, что А-теория не включена в Б-теорию в качестве своего подразделения, в качестве своего частного случая. Нет. А если... Подожди, Б-теория ведь там что говорит? Да, что это просто такой длинный, растянутый на световые дни и годы предмет. Такой предмет. Ну и окей. Значит, он такой и есть. Его нельзя брать в качестве среза. Ни боя может он. И Б-теория... Может брать. Нет, дело в том, что она говорит, что мы можем взять его в момент времени, и он будет тем же самым. Это Б-теория? Б-теория, говорит, да. То есть там в Б-теории нет разницы между временными. То есть если вот фломастер... То есть не говорится, что если я возьму... Фломастера нет сейчас. Он, ну как вот... Скажем, рельса есть, да? То есть, ну, рельса существует как свой срез. Но этот срез вот везде есть. Да, просто он растягивает эту точку до мировой... То есть, скажем, если мы нарисуем в А-теории стол, да, вот в А-теории стол, мы должны нарисовать вот он стол, да? Если мы нарисуем в Б-теории стол, то вот он стол. Но он в каждый момент будет все равно вот этим столом, да? Если мы должны в Б-теории нарисовать спектакль, то есть в А-теории спектакль мы вообще не можем нарисовать. В принципе, потому что нет. Но в Б-теории мы должны нарисовать вот так спектакль и растянуть не вот это туда и туда, а вот это растянуть туда и туда. То есть, скажем, вот спектакль длится 3 часа сегодня вечером, он завтра тоже будет 3 часа, но сам он локально никогда не явлен. Вещь, стол всегда явлен локально во времени и длится от вчера до сегодня, а спектакль вот такой, и он движется вот так. Но спектакль все равно без места не может быть. То есть, другими словами, это совпадение календаря и карты, да? Ну, да. Вообще рисуют, когда говорят о Б-теориях, рисуют нашу Вселенную как, скажем, 4D-объем, да, и все движения там вот внутри этого объема, все вещи как-то траекторием своим двигаются. То есть, мы должны представлять мир. То есть, скажем, чем отличие А и Б-теории? Спрашивают, что есть мир? А-теория скажет, а вот то, что сейчас есть. Не мир сегодня, а вообще, что есть мир, да? А Б-теория скажет, мир есть объем от начала до конца, в котором прочерчены все траектории. У вас на самом деле есть одно возражение. Нет, подожди, у вас на самом деле есть же возражение. Дело в том, что вы как бы хитрым образом, как обычно это бывает с философами, распространили понятие объект на временные объекты. То есть, вы на временные, как сказать, части. Нет, нет, вот спектакль, на самом деле, это ведь не объект с точки зрения вечной вот этой антологии. Потому что в вечной антологии существует только то, что, как бы, в принципе, во времени не нуждается. То есть, она как бы, есть времени или нет, но она все равно существует. Нет, Влад, вот спектакль без времени не существует. Это изначально временной объект. Да. И, возможно, нельзя распространять, как бы, вот эту вот вечную антологию на... Влад, здесь вопрос... На все объекты. Понимаете, а то... Тут именно вы изначально ведь говорили о вещах, а спектакль это не вещь. Влад, да, сначала я говорил о вещах, и действительно сам виноват, пропустил такую связку. Что вообще, если мы говорим об антологии, то мы должны говорить о всех сущностях. Действительно, что наша наука сейчас ограничена уровнем вещей, те, которые представлены на данный момент, имеют состояние в конкретный момент времени. Но кроме этого есть еще другие сущности, есть другие объекты. И вот, когда мы начинаем применять, расширять, скажем так, вот у нас есть... Я разговаривал долго с нашим представителем в Москве, который занимается этим ИСО. Он говорит, да ну что, вот, пожалуйста, все что угодно можно писать. А, я у них доклад читал на заседании. И никак не мог убедить, что бабочка отличается от паровоза. Они говорят, да что, та же вещь. Да. Потому что разницы между БА и Атери нет в инстанции никакой. Вот. И они говорят, так... Но когда они начинают описывать сложные предприятия, то есть, скажем так, пока они вещи описывают, насосы, все в порядке, все сходится. А дальше им нужно взять цех и предприятие. А вот цех и предприятие, это же спектакли. И вот здесь они упираются. Потому что они, взяв временную часть цеха, не получат весь цех, который он есть. Они не получат. Не получат. Взяв станок, они получат весь станок. Взяв цех, они не получат. Поэтому именно все правильно. То есть я переш... То есть между А и БА и Атери, по сути, нет никакой разницы. С точки зрения науки нет. Да. А вот с точки зрения глобальной антологии, вот, сопоставление вечной антологии и событийной антологии, принципиальная. Не между ними, а вот и между ними и событиями. Парадеятельность и некие парадеятельности. То есть как мы... Да, да. Здесь еще очень интересно, если вы включите наблюдателя, зрителя вот этого самого. Да, зритель. Я сначала об этом самое главное, как зритель. Думал, что вот, скажем, зрителю, скажем так, высвете вспышкой эту сцену, да, он увидит стол и биологическое тело в какой-то позе. Вот. Если вот по 4D-технологии, это будет всего лишь одна временная часть. Есть самое смешное, что и зрители такие, они приходят на спектакль и не видят ни в спектакле. Что там еще там было в голове? Действия. Да, они актеры. Да, да. А видят, значит, стол, видят гульфику, музыка. Ну, декорацию. Нет, как это называется. Мизансцену. Они видят мизансцену. Вот так и некоторые люди живут. Но, да, многие живут. А у тех, у кого достаточно темпоральности, то они видят. В мозгах, которые могут связать несколько действий или несколько эпизодов в один, они видят весь спектакль. Божественный, здесь спектакль не видят. Да. Божественный не видит, присутствие. А видят только гульфикансцену. Но еще очень интересно посмотреть на этого наблюдателя, если брать предыдущий семинар, как на квантового наблюдателя. То есть, что наблюдатель создает тогда у спектакля и вот эти параметры. То есть, у него спектакль вообще есть в голове. Ну, то есть, это любые актеры, по большому счету, отлично понимают, перед каким социалом они играют. Да, да. Вот играют, вроде все то же самое, увеличены, а спектакль не выходит. А почему? А люди, за обязание, не те люди, точно так же. И здесь, сколько это не делает, это же известный анекдот, что покажи человеку, один человек указывает на солнце, а второй видит всего лишь у него один палец. Ну, это такая же ситуация. Кстати, здесь я вот забыл про стол, очень интересно сказать, что, скажем, стул в некий момент вот этого эпизода мог приобрести символическое значение. Новый смысл какой-то. Ну, скажем, как шкаф в вишневом саде. Ну да. Он приобрет символическое значение. Но при сжимании временной части он и потеряет. То есть, получается, что 4D часть, вот эта временная часть, она не фиксирует всего содержания. А все содержание фиксируется только на некотором адекватном. Действительно, было сказано, что для стола нужно атомарное время, для этого биологическое время, для этого нужно время действия начала и конца. Если ты не увидишь начала и конца действия, то ты не поймешь вообще, что там происходит. То есть, выдержишь его так, не поймешь. А для спектакля нужно иметь темпоральность вообще за пределами. Ну, это можно. Но здесь гораздо очень интересно, чтобы не уйти от этих пошлых осуждений о духовности, о духовных и недуховных зрителях. Здесь гораздо интересно, что зритель, получается, символистов не про все какой-то такой абстрактной духовности или развитости, а путем в своей темпоральной структуре. А это уже совсем другое дело. Это уже то, что уже можно дегуманитарным образом с этим работать. Не то, что у тебя зал из духовных зрителей состоит. А у них эта вся духовность, она сводится всего лишь к одному параметру, к какой-то паральности. И вот именно она воздействует на всю эту штуку и делает стол этого актера с гульфиком и, значит, действия, и превращает все это дело в спектакль. Да, и ответ, вот основная проблема о теории, которую я говорил, что невозможность выделить сейчас как набор одновременных событий, то событий на долге вообще не решаются. То есть у всех разное сейчас. У стола сейчас вот такого размера, у биологического организма такого размера, у действия такого, а у спектакля сейчас вот такое. А у зрителей еще больше. У всех разное. Нет, я как раз предлагаю рассматривать только зрителей, что никакого у стола собственного, может, и нету. Просто с точки зрителя, продвинутого от зрителя, для него столько существует и спектакль, и действия, и актер, как актер именно, и стол по-настоящему. А для другого человека, который показывает, потому что он показывает на луну, он видит только пальцы. Он может стол видеть, а актер к нему сводится, видимо, как передвижение к своему гульфу. Как антологии, как искатимся. Потому что именно субъект определит тогда, что является объектом. Да, да, конечно. Ну, не совсем. Ну, а как не совсем? Именно так. Ну, нет, в данном случае, скажем так, здесь есть некая вещь в себе со своей темпоральностью, которая предопределяет. То есть он, скажем так, я вижу стол как явление, путем своей сложности, но то, что он мне дан как вещь, это уже темпорально, это его как бы внутреннее. Я этого не вижу, но именно поэтому мне так. Поскольку у действия есть некая другая сложность определенного времени, я все равно вижу действие так, как явление данное, как я могу его увидеть, но оно смотрится по-другому, чем стол. То есть у Канта было только, мы не знаем, что за вещь в себе, что там стоит, ну, за каждой вещью. А здесь мы можем что-то сказать, что вот разница, то, что мне дано в виде действий, в виде стола, это имеет некое различие, независимо от того, как я смотрю. Я имею в виду, что как бы субъект смотрит и видит либо стол, либо действие, либо спектакль. То есть субъект определяет... Определяет. Он определяет в том, увидит ли он это или не увидит, прежде всего. А если увидит, он увидит все равно в своих образах. У действия нет никакого своего объективной данности. Сидят два человека, увидят разные действия. Но при этом и два человека увидят разные столы. Но между собой они точно отрицают, что стол отличается от действия. Вот это уже объективность некоторая. Вот стол... Это очень важно, что здесь субъект, опять говорю, не какой-то там духовностью, не его развитие взаимодействует. Поэтому ясно, что для таких субъектов, которые отличаются между собой духовностью, цветом глаз и чем-либо еще, и принадлеживаются различные культуры, они, конечно, увидят, один увидит стол, а другой в этом есть и увидит стул. Но здесь речь идет о взаимодействии некой темпоральной структуры, когда не важно, что перед тобой стол или стул, это действительно зависит от твоей духовности и от твоих моральных условий. Но важно то, что они обладают разной личной темпоральностью, то есть разным экологическим статусом. Нет, просто я-то имел в виду, что просто время становится субъективным, потому что в зависимости от того, какое время выберет субъект, это такой объект ему явится. Если он выберет время, условно говоря, там... Ну да, то есть если он выберет время вот такое, то ему явится только биологический организм, он там актера не увидит. Нет, смотрите, проблема его главная, что он не увидит это дело, а выбрать себе темпоральность он не может сам по себе. Сам по себе не может, да, да. Кто такой вежливый человек? Вежливый человек, который может быть невежлив, тот кто-то... Имел в виду не то, что кажется, человек произвольно выбирает, но у одного одно, у другого другого время. То есть время формы, формы, которые вносит человек в восприятие. То есть зависит от того, какое время восприятие он выберет, он... Не выберет, а у него есть. Какое время есть. Потому что мы сам не можем выбирать произвольно себе. В общем, глупо, но это есть без тропарктия. Человек не может сделать из стола человека. Другой зритель из стола человека не сделает. Нет, дело же не в этом состоит. Не то, что время, оно не является астрономическим неким объективным временем. А время, это есть время какое-то, которое субъектам вносится, как время восприятия. Если он будет воспринимать все, как бы, так сказать, посекундно, то он увидит только вещи. Если он, как бы, немного растянет этот временной промежуток, он увидит также биологическое... Ну, с другой стороны, он не может... То есть только при особых практиках, трансреальных практиках, человек может менять свою преподобию сече. А в обычном, в обычном жизни мы можем менять только путем обучения, воспитания детей, либо потом мы ее теряем с деградацией. Да, да, это вот так, да, действительно. Ну, как бы, невозможно одновременно видеть действие этот стол и понимать, что это... Нет, 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 если у тебя достаточный, уже есть достаточный неправильный, чтобы увидеть действие, ты его увидишь, и столουaste. Но если у тебя нет достаточно неправильного, чтобы им там есть, ты его и не увидишь. Ты не сможешь упыжиться, распыжиться и увидеть. Вот в спектакле человек хоть будешь посидеть и смотреть. Ходят люди, ходят люди, ходят, люди ходят. Близ Llema спектакль нет. Мы здесь рассуждаем. Мы на самом деле одновременно вот все это сразу одновременно как-то видим. Мы по-разному можем. По частной доске мы нарисуем рисунок более-менее. Но понимать вот это, что нарисуем, можно по-разному. Это действительно один человек видит стол, другой видит стул. Нет, я говорю, один видит стул, другой видит действие. Вот в чем идет речь. Восприятие какое-то, то есть время ляется формой восприятия. Ну, то есть смотри каким образом. Ты не можешь некий объект поднять ему темпоральность, если он ей не обладает. Если не обладает, да. Ты за словом можешь ее опустить, но это будет твоя иллюзия. Вот как в замечательном рассказе повести Пелевина, СНАФ называется. Там чувак всеми силами пытался из девочки, в которую он влюблен, механической девочке, очень умной, сделать машину. Ну вот. А она была девочкой. А она была девочкой. Гораздо сложнее. Чем у него, кстати. Да, да. Вот. Это вот была замечательная Пелевинская коллизия. Не, ну вы все пепаральность свалите. А я как бы имел ввиду, что время можно в данном случае здесь трактовать как форму. То есть, собственно, как бы в классу Пелевина. Ну... То есть, если... 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 То есть, время это форма восприятия номенов. То есть, пространство это форма восприятия феноменов, вещей, а время это форма восприятия номенов. То есть, это вот так звучит. Да. И у каждого свое. Ну а жуль. Рой.